Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день семьи. Секрет семейного счастья и долголетия у одной золотой пары Нарин Маром попыталась узнать наш корреспондент Любовь Пермякова. Родители решили дать ей имя «Любовь». Это имя полностью соответствует её жизненным принципам. Идти по жизни с этой любовью, а точнее любовью Романовной, предстояло нашему сегодняшнему герою Вадиму Семёновичу. Любовь Романовна и Вадим Семёнович вместе больше 50 лет. 51 год, как один миг, говорят они дружно. В Международный день семьи наша съёмочная группа приехала в гости к этой удивительной паре. Вместе с нами они вспомнили самые счастливые моменты жизни, один из самых главных – момент знакомства. В стране советов в каждом городе были свои танцы. На них и познакомились Любовь и Вадим. Ты же был в отпуске, он в Оркуте же жил, а я приехала с Месино, а он в это время приехал в отпуск сюда. И вот на танцах нас свело. Он в отпуске был, и я приехала из Месино. И познакомились. Потом он обратно уехал в Оркуту. Судьба. Ну вот я думаю, ну, попрощались, всё распрощались. Через некоторое время, в мае месяце, мы пошли туда, где это сейчас там, ну, наконечное, пошли в клуб, пошли с Луизой в кино. Но нам навстречу выскакивает из клуба. И уже совсем скоро молодой парень сделал своей Любаши предложение. Так, а что, что, запросто спросил, но не против, да и всё. Я не так, я уже сейчас, подожди. Чего-то мы немножко с тобой поссорились. Ты что-то на меня тут стал, приревновывал ли что ли тут, картошку-то когда копали. Ну, я так, всё не запишут ведь, там что-то почистят же. Ну вот. И я-то быстренько оделась и побежала у нас на так гора, дом-то, посёлок-то, под горой тут. А он идёт там. Потом уже деревня начинается, он бежит бегом на гору. Всё помню. Схватил в охапку, никуда не пойдёшь. Давай лучше поженимся. И отговоры невесты-беспреданницы не остановили влюблённого от намерения жениться. Да, я ведь ещё что говорила всегда, говорю, я же ведь бедная, у меня ничего нету. Мы, ну, мама, нас одна растила двоих. Я, можно сказать, богатый был жених. Ну, я про тебя ещё особо много не знала. А впереди у будущих невестки была встреча с мамой жениха. Они долго не могли решиться рассказать ей о предстоящей свадьбе. Ну, и на другой день мы, значит, потом маме-то всё-таки сказали, что мы хотим пожениться-то. Мама-то что-то тоже перечила немножко, не сразу она тебе мне отдала, отдавала. А вот чего-то она сказала, я уже не помню. А, она говорит, она ведь не умеет мне готовить, ничего ей не умеет. Ничего, мы научимся. А, а что думаешь, она бы тебя сразу преподнесла, мне дай-то бери. Надо тоже выкобениваться немножко. И уже на следующий день сыграли свадьбу. Денег у молодых не было, поэтому рестораном стало общежитие, а шеф-поваром мама-невесты. Свадьбу мама, конечно, проводила. Тогда я приехала. У нас свадебка была такая. Ну, у нас было человек 25, мама тут с подружками быстро всё, она готовили стол. С этого и началась их семья. Как смеясь, говорят, золотые юбиляры, свадьбу мы сыграли на 3 рубля, а прожили всю жизнь. В этот день только нашему телеканалу они раскрыли секрет семейного счастья. Всё равно нужно и терпение, и уважение, и прощать надо уметь. Всё вовремя, всё в меру. Как-то самим надо друг друга узнать. А то это не проходит месяц, и уже раз свадьба. Два месяца проходит, разбежались. А такие свадьбы шикарные. В рамках проекта «Добрый НАУ» совместно с предпринимателем Оксаной Курленко мы поздравили семью Лудниковых с замечательной датой и вручили сертификат на романтический ужин в ресторане «Заполярная столица». Мы хотим вам вручить сертификат на обслуживание в ресторане, романтический ужин на сумму 2,5 тысячи рублей. Потом придёте и расскажете. Семья – это ежедневная работа, за которую не дают денег, но плачевают простым человеческим счастьем. Любовь Пермякова, Сергей Катчегов, Телеканал «Север». Продолжение следует...